Привет, дорогие друзья! Это новый выпуск по Clash Royale и я на своём основном аккаунте снова сегодня приобретаю новую легендарку. Если вы следите за моим каналом, то на протяжении этой недели я уже пятую или шестую лего на своём аккаунте пополняю. Либо я на стриме её выбью, либо там с сундука, либо с Гранда, либо в магазине куплю. Я не знаю, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если тоже хотите вот так вот часто выбивать лего. Я не знаю, может это связано с грядущим Новым Годом и вот мне так везёт. Но у меня в магазине, ребят, очередная легендарочка, это Дровосек. И вы знаете, я с Дровосеком вот не так часто играю, это не самая моя любимая легендарка. Но я даже рад, что он выпал, потому что, ребята, Дровосек у меня уже четвёртого уровня и более того, 5 карт из 20 уже на пятый левел. Для меня это очень важно, потому что я не так много доначу в игру, чтобы вот у меня были пятые леги. Но Дровосек, ребята, реально уже начинает прокачиваться до пятого уровня, то есть уже вот осталось, я сейчас куплю, да, и останется 14 карт. Ну да, 14 карт на самом деле это ещё много. Ну блин, я ещё задоначу, если надо, ещё открою сундуки. Это легендарка, которая раньше всех, наверное, будет пятого уровня. Первая лего, которая мне станет, наверное, пятого левела, я на это надеюсь. Естественно, мне придётся ещё, ну, не знаю, подзадонатить, либо, ну, 100% донатить. По-другому я его не прокачаю, тут очень долго выбивать его именно, конкретно эту лего. Потому что, если я даже и буду открывать сундуки, не факт, что именно Дровосек будет падать. Ну, в общем, ладно, не суть. Значит, сейчас я приобретаю Дровосека в магазине. Ну и давайте сегодня посвятим выпуск именно ему. Я покажу вам колоду, мы поиграем в глобале. 40 тысяч золота, мне не жалко, золото я постоянно коплю в грандах. Приобрели. Отличненько. Вот он Дровосек. Куплен, жалко, конечно, что одна карта. Было бы, как раньше, по три карты, я бы, возможно, покупал вот по несколько. Вот такая вот картина у меня уже, ребят, на моем основном аккаунте. И, блин, если я прокачаю вот это событие, когда будет уже лего пятого уровня, я, естественно, буду только с ней практически катать. Но это просто кайф. Ну что, я составил колоду с Дровосеком. Значит, где она? Вот она. Я скопировал в Тиви-Рояль. Я не знаю, что получится. Поехали. Колода, колен, Дровосек, Торнадо, Маленький Дракончик. Не знаю, что будет. Поехали, посмотрим. В общем, ребят, сходил я в два поединка и оба эти поединка проиграл. Если в первом случае противник мне подобрался, то там я реально затупил. И проигрыш был по моей вине. Да еще и цикл, честно, там был не очень. Там сборщик был последней карты. То во втором варианте мне подобралось самое, что не есть контра. Это Палач плюс Хок. А, точнее, Палач плюс Торнадо. Это дека меня контрит. Мне Палача убивать нечем. Там просто нереально выиграть его. Ну, серьезно. Я как ни пытался. Вот, это Unreal. Поэтому, не знаю, что-то заменить. Мне кажется, просто не повезло с циклом и с соперником. Вот. Поэтому я попробую еще раз поединок сходить. И если я снова проиграю, мы что-нибудь заменим. Ну, я либо эту колоду не понимаю, не могу с ней играть. Либо, я не знаю, либо она говно. Ну, серьезно. Я просто... Вы бы видели предыдущий мой поединок. Там вообще просто меня в ноль разделали. Я как ни пытался пропушить. Он все, что делал, это выбрасывал Палача. Потом все это в Торнадо стягивал. Мои юниты просто как мухи умирали. Замечательно, замечательно. Пропушили меня только что слева. Нечем было опять же задефать. Цикл. Эй, ты что, не зависай, пожалуйста. Не надо зависать. Да, блин, какие-то лаги, ребят. Вы извините, сейчас оно у меня отлагает. Бывает, немножко проседает скорость интернета. Так, хорошо. Цикл карт. Я тебя люблю, серьезно. Вот только что на меня атака Хок плюс. Слитучие мыши были. И что, в итоге у меня не было ни запа. У меня не было ни этого... Ни Торнадо, ничего. Давайте, Дровосека. Поспешил он, на самом деле, сейчас с Пойзоном. Вот, потому что второй сборщик. Вот у меня уже. Готовим зап. Ага. Если я зап сейчас потрачу, то... То, то... Да, не, мне зап все равно тратит. Смотрите, эти миньоны вообще охренели. Они ни одной тычки не дали сделать... Моим летучим мышам. Это бред. Так, хорошо. Давайте Мегамуху. Так, Мегамуха. Я думаю, вот Торнадо используя. Да, 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 да. Используем Торнадо. Используем, используем Торнадо. Зашибись. Уже 900 хп у меня осталось на вышке. Вот что про... Да, блин, почему так лагает? Еще подлагивает немного. Так, я вот думаю сейчас... Ладно, ставим Голема, короче. Ставить эти сборщики нету смысла. Вообще, я с толком в плюс не ухожу. Я только вышку постоянно теряю. Так, давайте дракончика. Вперед. Уничтожаем быстренько его шахтера. И идем в атаку. Наконец-то я иду в атаку. Я вот с этой колоды постоянно сижу. Просто получаю. Целый поединок я получаю. Получаю люлей. А в конце просто не могу пропушить. Пойзон. Пойзон на деф. Замечательно. Так. Отлично. Взорвался Голем. Поехал дровосек. Точнее, пошел. Залетает он. Тут у нас зап. Отлично. И, надеюсь, забираем вышку. Спасибо тебе, дружище. Дефался ты хорошо. Но, к сожалению, вышку ты потерял. Так. Сейчас забрасываем Голема. Я думаю, что полетит шахтер сейчас на левую сторону. И мы его с помощью торнадо перетянем на главную башню. Отлично. Ему еще поизона будет мало, чтобы добить мою левую вышку. Поехали. Так. Пошла ведьма. Он потратил поизон сейчас. Это будет изи сейчас за... Что? Серьезно? Тремушки терра? Вот это поворот, ребята. Вот это неожиданно. Слушайте. Ну, давайте с помощью торнадо вот так немножко их подтянем сюда. Вот. Заязаем и забираем правую башню. А, смотрите. Он еще даже левую не забрал. Слушайте. Ну, в конце он меня, честно, очень удивил. Тремушки терра и без сборщика. Давайте посмотрим, что за колода у моего соперника была. Такая, что он играл без сборщика. Рекорд у него 5-4. Сто 3-4. Средняя цена. Ну, достаточно нестандартная дека. Я бы такой не играл. Ладно, поехали. Еще два поединка сыграем. Так. Ну, опять же. Я не то, чтобы вот сейчас победил. Да, и вот сразу эту колоду могу хвалить. Нет. Все равно мне она как-то не до конца нравится. Но я скопировал, а другую колоду с дровосиком не нашел. Более-менее нормальную. Есть поедин, бандитка, знаете, да, эту деку. Но этот вариант меня не устраивает, потому что там у меня прокачка бандитки вот этой 3-го уровня. Но не очень. Плюс ведьма у меня 3-го. Так. Значит, мортира против нас, пацаны. Мортира. Хорошо. Так. Сборщика, как всегда, у меня нет. Цикл карт просто замечательный. Давайте выбросим ночную ведьму. А хотя... Ой, сейчас ракета полетит. Ооооо, щет. Ладно, давайте ставим текс и ставим вот текс. Хорошо. Сейчас снова пойдет мортира. Точнее, поставит он мортиру. Так, здесь давайте мегамуха. Пожалуйста, хоть бы она успела сагриться. Блин. Хочется... Хочется реально забомбить сейчас. Ну, надеюсь, что сейчас заберем мортиру по-быстрему. Оп, отлично. Все. Вот сейчас самое главное, теперь больше урона не пропускать. Вот. Сейчас следующую мортиру я буду ловить големом уже. Да. Так. Я вот жду, жду вторую мортиру. Давай, пожалуйста, поставь. Ладно. Ставим голема. Ставим голема. 34 секунды до двойного эликсира. Мне кажется, сейчас мортира пойдет на деф и будет на меня забрасывать ракетами. Да. Вот она идет на деф. Ладно. Пошел дракончик. У него тысячу... Он, в принципе, нормально мне урона нанес, чтобы добить меня в конце ракетами. Вот. Ну, ничего. Скоро мортиру пофиксят. Скоро будет обнова. Пойдете вы, ребята, далеко с этой мортирой. Так. Еще и торнадо. Ух ты какой. Так. Пошел дровосек. Давай, 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 дровосек. Голем раскололся, к сожалению. Так. Ну что. Двойной эликсир. Поехали. Понесла сейчас просто его выносить. Так. Ой, дровосек, какой ты молодец. А был бы пятого уровня, просто цены бы тебе не было. Смотрите, он сейчас может сделать по-хитрому. Он сейчас может с торнадо оттянуть. А нет, не может. Я бы на его месте поставил мортиру в атаку. И с помощью торнадо голема оттянул. Но, видимо, он не умеет так делать. Поэтому, ну, поэтому так не сделал. Так, хорошо. Сейчас торнадо было вообще тупое. А, вот так вот даже по дракончику не попадаем. Вот. Такие же криворукие, как и я. Я с ракетой тоже постоянно промазываю. Так, смотрите. Ракету он только что потратил. Ставим голема. Вот сейчас он может использовать... Да-да-да-да-да, блин, ребята. Он использовал этот трюк только что. Ну как трюк? Ну это нормальная тема вот так вот делать. Ну, это я затупил. Если бы я голема правильно поставил, такой бы ситуации не произошло. Я проиграл. Я проиграл в Мартире. Проиграл заслуженно по своей вине, что я неправильно поставил голема. Хотя, я думаю, если бы я его поставил даже впритык, он бы все равно его мог бы перетянуть. Ладно. Да, печаль, ребят, печаль. Попался я на уловку, которую сам же и сказал, что, видимо, он не умеет. А в конце он именно так и использовал этот торнадо. Эх, ладно. Бывает, бывает. Голема такая колода, блин, непонятная. Мне иногда вот реально бесит, когда я проигрываю. Так вот вообще легко просто. Когда я играю... Точнее, когда я... Да, когда я играю против голема, то у меня так не получается побеждать. Ну, контрить его. А когда я играю с големом, меня контрят вообще наизит. Как будто я играю не с големом, я не знаю. Я даже не знаю, с чем сравнить это, блин. Просто так дефает меня легко. Так, ну давайте дракончик, ночная ведьма. Так, снова Хог, да. Перетягиваем Хога в этот раз на главное здание. Давай, 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 Хог, ты сможешь. Отлично. Активировал главное здание. Сейчас поставим еще один сборщик эликсира. Ставим сборщик эликсира. Слушайте, так быстро это Хога крутится. Меня так это бесит постоянно, когда я пытаюсь сборщик, который поставить, а меня уже два раза Хогом, блин, нагнули. Так, я вот думаю, просто зап использовать на мушкетку. И всего лишь одну тычку мушкетер сделает. Хорошо. На левую башню уже можно забить. Реально. Потому что там, я не знаю, как задефать. Хотя, знаете, нет. Все-таки буду дефать до последнего. Буду дефать до последнего, потому что у меня торнадо. Почему бы и нет? Дракончик. Так, 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 так. Ну, давай, Хога. Жду Хога. Давай, Хога. Дровосек. И торнадо. Отлично. Хорошо. Ему сейчас нужно задефать вот этих моих трех юнитов. Это мушкетер, дракончик и дровосек. И, как видим, он с этим справляется очень плохо. 1200 хп. Все-таки не зря я не забил на деф, пацаны. Так, слушайте. Сейчас вот мне мушкетера зап, зап, и он не должен вообще тычки сделать, если вовремя его запнуть. Отлично. Так, ну смотрите. Я, кстати, не пойму, у него фаербола нет или что? Почему он мои сборщики оставляет без внимания? Пошел у нас, пошла у нас ведьма. Так, тут у нас торнадо используется. Прекрасно. Тут у нас дракончик полетел. Ага, Тесла. Значит, мега-миньон. Мега-миньон плюс дровосек. Давай-давай-давай. Блин. Теслу дефает рыцарем. Ну ладно. Мы все равно забираем его Теслу. Нечем накрыть мне его вот этих юнитов. Так, снова ночная ведьма. О, так там, в принципе, минус вышка, ребят. Но все равно я здесь буду до последнего. Хотя нет, голема поставлю на правую сторону. Вот. Жду его Хога. Ну, я думаю, что это победа, ребят. Я думаю, что это победа. У него, я так понял, нету фаера, ракеты. А может, ракеты и есть? Сейчас посмотрим в его профиль. Ну, тогда достаточно странно, почему он мои сборщики не уничтожал. Что отдать ему ради солидарности? Не, не буду отдавать. Мне постоянно в крысу не дают забрать корону. Последнюю, которую я всегда хочу, как бы. И это не повлияет результат на поединка. Вот, мне не дают забирать корону. О, смотрите, мы как раз квест выполнили. А, и кстати, у меня еще, смотрите, вот сейчас мы квест, да, заберем награду. И у меня еще есть клановый сундук. Я его специально открываю в конце выпуска. Вдруг сейчас выпадет лего. Ребят, поставьте лайки и выпадет лего. Обязательно, смотрите. Оп, оп, оп. Ну, почти, да? Почти лего. Лего, поизон. Ладно. Ну, что, ребят. В общем, на этом я буду завершать. Вот еще одна легендарочка в моей коллекции. Уже шесть дровосеков из двадцати. И вообще у меня аккаунт уже прям такой весь няшный. Я вот хочу реально прокачать эпики до восьмого уровня. И это будет реально мощь. Тогда уже надо будет идти на 5800 кубков. В этом сезоне я буду пытаться 5500 взять, естественно. Ну, а там как получится. Все, ребят. На этом буду завершать выпуск. Спасибо за просмотр. Если выпуск понравился, подпишись, поставь лайк. Напиши в комментариях, какую ты хочешь лего выбить на Новый год. На этом я буду с вами прощаться. Всем до новых встреч. Всем, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok